Питчинг сибирского кинофорума выдался жарким на обсуждение. На презентации шесть проектов в группе документальное кино и семь в игровом. За пять минут участникам нужно не только коротко передать сценарий, яркие детали, но и представить бюджет фильма, а также обрисовать все локации. Молодые кинематографисты черпали идею отовсюду. Личные знакомства, путешествия, книги, родные места, история. И сейчас вообще очень интересная история людей из городов, удаленных от столицы. Сейчас очень сильный и в культурном развитии, и в экономическом. Поэтому мне кажется, что делать кино про людей, которые в любых условиях остаются людьми, это классно. Андрей Литвиненко – уроженец Хакасии. Его будущая работа посвящена местному хайджи. Он контактирует, так же как шаманы, он контактирует с этим потусторонним миром. И потом еще, кстати, посмотрел анимационный фильм «Душа», который на «Оскаре» был. И там очень классно, они переходили в этот астрал, я думаю, точно, это оно. Несколько участников продемонстрировали хороший уровень подготовки в том плане, что они учились в ведущих вузах и Москвы, и Санкт-Петербурга. И у них вот прямо такой разворот уже в сторону международного представления проекта. То есть даже какие-то термины на английском. То есть они могли бы представлять не просто на сибирском пичинге дебютантов, они могли бы этот же проект представлять на каком-то международном рынке. Подходы молодых режиссеров в игровом кино поразили членов жюри. Коралловые вузы Юрия Курочки вызвали шквал обсуждения. Поддержку проекту окажет продюсер из Индии. Часть деньги даже я сам в свою компанию готов вложить и стать продюсером. Самое главное, что я вложу свой опыт работы как продюсер и донести фильм после того, как это будет готов на международный рынок. Сейчас мы делаем новый шаг с новыми технологиями. Это будет фильм, который насыщен эффектами, насыщен трюками, всевозможными такими вещами, которые мы любим смотреть, которые мы любим смотреть по телевидению, в кино, когда вот невозможно глаз оторвать. Выстрелил на кинофоруме и анимационный проект «Маях Акасия». По словам членов жюри, этот жанр весьма популярен за рубежом. Проект «Маях Акасия» – 500 рублей. У меня до сих пор мандраж, на самом деле, честно. Я сегодня не ел ничего с утра и не смог даже пообедать после этого. Волнительно, на самом деле, очень. И до сих пор не верится, честно. Я даже, ну, это будет круто, если покажем, если заметят, обратят внимание, помогут. Материально, нематериально, как-нибудь. Еще 500 тысяч забрал режиссер из Горного Алтая. Отдельным призом отмечена работа там, где наш дом, а люди, живущие в Акасии. Катерина Рушина, Станислав Колчина, РТС.